Дай Боже, друзья, мы в Бахмуте. Сегодня 06.02.2023. Украинская армия продолжает держать оборону города-крепости. Бахмут российские военные безуспешно пытаются захватить с июля 2022-го, отправляя в бой все новые резервы. А в последнюю неделю на прорыв украинской обороны армия России бросила все возможные силы, заявили в Минобороны Украины. Если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и коротко финализировать, то на этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и окружение Бахмута, развернули мощные наступательные действия на лиманском направлении. Но благодаря стойкости наших воинов успеха не добились. Анна Малер, заместитель министра обороны Украины в Телеграм. По информации британской разведки, армия России усложнила доступ сил обороны к городу, но перерезать пути снабжения не смогла. Две основные дороги в город для украинских защитников теперь, вероятно, находятся под угрозой прямого огня. Ранее на этой неделе военизированные формирования «Вагнера», скорее всего, захватили второстепенный маршрут, связывающий Бахмут с городом Северск. В то время как для украинских сил остается несколько альтернативных маршрутов снабжения через второстепенные дороги, Бахмут становится все более изолированным. Из сообщения Министерства обороны Великобритании в Твиттер. Однако считать незначительное продвижение противника успехом не стоит, отмечают аналитики. Ведь каждый метр украинской земли стоит вооруженным силам России и частной военной компании «Вагнер» огромных потерь. С лета на Бахмутском направлении оккупационные силы потеряли от 10 до 15 тысяч солдат, сообщили в офисе президента Украины в середине января. Для понимания, столько же военнослужащих Советский Союз потерял за 10 лет войны в Афганистане, а Россия – за две российско-чеченские войны. Продуманная система инженерных заграждений в сочетании с природным ландшафтом превратили этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов. Бахмутский район и сам город нами готовились к обороне заранее. Эта местность имеет определенные особенности рельефа. Город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе препятствуют врагу. Александр Сырский, командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, и сообщение пресс-службы Министерства обороны Украины в Телеграм. Украина не будет выводить свои войска из Бахмута, заявил Владимир Зеленский. В планах Украины деоккупировать захваченные россиянами территории Донецкой и Луганской областей. Для этого ВСУ необходимо получить от западных партнеров дальнобойное вооружение. Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться сколько можем. Считаем Бахмут нашей крепостью. Считаем наших героев, которые там пали, героями. Если будут ускоренные поставки оружия, а именно дальнобойное оружие, то мы не только не отойдем от Бахмута, мы начнем деоккупировать Донбасс, который был захвачен с 2014 года. Под непрекращающимися российскими обстрелами в Бахмуте остается около 6 тысяч жителей. 200 из них – дети.